Всем привет, с вами Ирина Бауэр, дальнобой со мной, сегодня пятница у нас, 31-е, последний день, последний день этого месяца, да, время быстро пролетело, уже и лето, да, я сейчас еду через Димой, это столица Айовы, наверное, я уже показывал немножко дорогу, если нет, ну сейчас проедемся, я иду по Димирстейт 80, потом буду перестраиваться на 35, в САУ, я еду на Эзорик, Сент-Джосеф, называется, да, он такое, село такое, там разгружаюсь, еду потом в МАУТЕН-ЕР, АЙОА, пустая, оставляю прицеп, забираю полный прицеп, еду через дом, останавливаюсь на выходные, и уже в понедельник будут завозить этот груз, куда его нужно завезти, вот такой распорядок у меня на выходные дни сегодняшнего дня, так что, друзья, ничего особенного в дальнобойской жизни, да, завези, привези, поставь, прими, обслуживаю Америку, обслуживаю Америку, это бэкбон в Америке, они называют, привет Америки, короче, друзья, мне начали звонить компании другие, предлагать работу, и я, наверное, буду менять работу, потому что работа у меня будет та же, только что буду меньше дома, и это ничего страшного, я так подумал о себе, а деньга намного больше, и все упирается в жизни, в деньги, да, за деньги можно купить практически все, кроме, как там говорится, здоровья, да, и жизни, вот, а так все покупается, вот меня это, наверное, подкупило, денежки, поэтому, я, наверное, после отпуска, или даже одна компания, мне там, мне две компании из этих выбрало, что мне подходят, одна даже говорит, давай сейчас, переходи к нам, а уже после отпуска ты уже будешь реально работать у нас, даже до отпуска поездишь немножко, и я, наверное, соглашусь с этой компанией, трак только будет другой у меня, Volvo, Volvo, они говорят, наверное, у меня будет, новые у них компании, новые траки тоже у них, вот, так что, да они все почти новые у всех компаниях, они их больше чем три года не держат, потому что им невыгодно, когда они начинают ломаться, они их сдают и берут другие новые траки, поэтому у них по три года, выше три года нету. Так что, друзья, будет у меня перемена, наверное, в моей карьере, то есть, остается карьера та же, только другая компания будет. Ну, и буду ездить, конечно, намного дальше, чем сейчас, даже Техас, и все туда, короче, южные штаты все, все 48 штатов, кроме Нью-Йорк-Сирии, они сказали, вот Нью-Йорк-Сирии, я сколько компаний спрашиваю, никто не хочет туда ехать, того и платят много, если едешь туда, они 250 баксов тебе дают за то, что ты только заедешь в Нью-Йорк-Сирии, что ты въедешь туда, но, вы знаете, если кто-то там был в Кадани, мне их ни 500, не надо и 1000, честно сказать. Нью-Йорк-Сирии, в Нью-Йорк-Сирии, допустим, они сами туда ездят, нет, не надо. Ну, город, конечно, суматохи и беспредела, там капец, что творится, и на дорогах, и... не-не-не, дорожки там вообще, а там, короче, даже эти улочки, даже эти... даже это все, но... вот, честно скажу, конечно, не для меня этот город, я туда никогда бы не поехал, ни за какие бабки. Ну, вы не поймите меня правильно, то есть, поймите меня правильно, Нью-Йорк, он красивый город, туда можно поехать посмотреть, если вы когда-нибудь будете иметь возможность, пожалуйста, поедте, это очень красивый город, Манхэттен, Тайм-Сквер, это стоит посмотреть, красиво, я говорю за траков, за тракистов, не за простых людей, которые хотят посмотреть город. Там дороговато, ну, очень дороговато, но стоит, и там поехать в отпуск, посмотреть на день, на два. Поэтому вы не подумайте, что вот это, это, разрекламировало так плохо Нью-Йорк. Не-не-не, это красивый город, поехать посмотреть, это стоит. Статуи Свободы, например, да, кто мечтает посмотреть, поехать на, на этот остров, Liberty Island, посмотреть эту Статуи Свободы. Но, сейчас говорят, туда уже не пускают, чтобы раньше было, там можно, было подниматься, на самый верх. Говорят, что уже закрыли, разрешают. Не знаю, насколько это правда, не была я в это время. Как-то так. это уже Демойн, это уже наша столица начинается. Но, опять-таки, хайвей проходит практически мимо этой столицы, не заезжаем внутрь. Я, может быть, на этих выходных буду, в Демойн немножко сниму. Вот. Если получится поехать, Демойн будет у меня настроение. Что-то бывает так, дома закрутишься, что уже никуда не хочется ехать. Поэтому, не знаю, не обещаю, но если буду, обязательно сниму, покажу. И, не нужно поехать немножко там, подкупить, кое-что на Украину. Кое-какие подарочки, то-то, все, короче. в этом плане, когда едешь в гости, всегда что-то нужно привезти с собой. В Америке то это просто, уже отвыкаешь от этого, знаешь, там, идешь в наших странах, идешь куда-то, уже что-то надо нести, что-то дать. Здесь когда, ну, что-то, ну, пришел человек в гости, классно, привет-привет, да и все, там посидели, я рад тебя видеть, что там ты пришел ко мне, да? У нас немножко другой менталитет, поэтому. Уже, как говорится, попадаешь в волчьи стадо, по волчьей войне, да? Вот. Сейчас начинается сгущеночка здесь. утром. На работу, с работы, пятница, много людей, которые путешествуют, и напивается уже колонка сюда, дады война, видно что. аttонку, два, четыре, четыре, тут, да, лопинат, по штурмилке, вот, по штурмилке, ну, утром, утром, удалить, Продолжение следует... 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 И Мойн очень расстраивается, кстати. И вот даже в то время, когда мы переехали сюда, это было где-то 2002, первый год, первый, наверное, или второй. Но где-то так. И вот сейчас это очень большой город, он расстроился, молодой город, он очень-очень расстроился. Заметно. Вот видите, я нажимаю на тормоз, а мой трог еще продолжает ехать. То есть это насколько меньше, то есть насколько больше ему надо места, чтобы остановиться. Извините, у меня утро, я еще с русским языком никак не могу определиться. Слова подбирать нужно. Готовщик. Почему? 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 Потому что у меня сейчас все вписался. И вот здесь, я не могу здесь тоже. Пока. Потому что это здесь, мы встретимся. Я попался. Я не могу, пожалуйста, можно было бы думать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...